МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-32-99. Всем привет! В эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп». Аномально жаркие майские дни не в силах остановить культурную жизнь нашего города. И о ней мы вам сейчас расскажем. Даже люди, которые не интересуются музеями хотя бы раз в году, но вспоминают о них. Это происходит в тот день, когда музейные двери открываются гораздо позже, чем обычно. Особенность этого дня не только во времени открытия экспозиции, но еще и в том, что в этот день царит особенная атмосфера. Атмосфера праздника. Ночь музеев прошла в нашем городе уже в восьмой раз. Эта акция дает нам возможность рассказать о роли музея в обществе, представить свои какие-то новые проекты, новые выставки и, конечно же, привлечь к нам в музей нашу молодежь. В этом году главной темой музейной ночи стала археология, в связи с чем участники творческого объединения «Апрель» на сцене в Олеговом дворе пели любимые песни археологических экспедиций, а посетители развлекались на интерактивной площадке «Вперед в прошлое», где на 11 игровых зонах можно было познакомиться с работой археологов и древнейшими ремеслами. Самая крупная коллекция в музее – это коллекция археологии. У нас есть экспозиция «Переслав Рязанский. Археология открывает тайны». И, конечно же, профессия археолога, она очень интересна и также привлекает внимание наших посетителей. Вот в экспозиции «Переслав Рязанский. Археология открывает тайны» мы рассказываем о работе археолога, представляем те находки, которые нашли, добыли, скажем так, из глубины веков наши археологи. И нам бы очень хотелось познакомить всех посетителей и, прежде всего, молодежь с этой профессией. В рамках программы в Кремле состоялась выставка баннеров, рассказывающих об основных археологических объектах музея, выставка газет и атрибутики археологических экспедиций и презентация работы клуба археологов и исторического клуба «Веча». Девиз акции «Ночи музеев», а этот девиз определяет Международный совет музеев и КОМ, «музейные коллекции объединяют». То есть сегодня мы должны говорить о музейных коллекциях. Ведь функция любого музея – это что? Это, прежде всего, основа, точнее, любого музея – это коллекция. Музеи собирают, хранят, изучают коллекцию и коллекцию представляют на своих экспозициях, на выставках. Рязанская ночь музеев началась в 6 вечера, а вот к 11, несмотря на свое название, уже завершилась. Всем известно, что Рязань в этом году стала библиотечной столицей нашей страны. В рамках библиотечного конгресса, который в связи с этим состоялся в нашем городе, в библиотеке имени Горького прошла выставка, экспонатами которой стали не только книги. Кажется, что Рязань стала не только библиотечной столицей, но и столицей нанотехнологий. В библиотеке имени Горького на 15-й выставке издательской продукции и новых информационных технологий товаров и услуг посетители встречали невероятные чудо-машины. С первого взгляда определить принадлежность этих агрегатов к библиотечному делу весьма сложно. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что все они созданы для облегчения работы как сотрудников библиотек, так и посетителей. Например, вот такой сканер значительно облегчает работу с теми изданиями, которые невозможно взять на дом, а также с редкими книгами. Здесь специальные высокочастотные лампы, которые не дают опасного излучения на книгу, ультрафиолетового, инфракрасного. Также стекло защищает от любого излучения, и колыбель позволяет бережно обращаться со старыми изданиями. И это далеко не все. Благодаря технологиям, основанным на радиочастотных метках, обращается такая процедура, как инвентаризация книг. То есть инвентаризация после применения этой технологии сводится лишь к тому, что библиотекарь с так называемой антенной проходит вдоль полок стеллажа, и вся информация о том, какие книги стоят на полке, появляется у него на компьютере. Кому они выданы, когда они выданы, какой срок сдачи и так далее. А вот такая установка автоматически записывает данные 10 взятых изданий на электронный читательский билет. Специальные же вороты оповещают звуковым и световым сигналом о незаписанных читателям ресурсах. С помощью таких ворот осуществляется не только противокражная функция, но и функция статистики. В результате библиотекарей, а для них это очень важно, эта функция позволяет автоматически учитывать посещаемость читателей и оборот фонда. То есть какие книги берутся чаще, какие реже. Также здесь представлена система адресной доставки книг с помощью так называемого телелифта. Он представляет собой монорельсовую транспортную систему, доставляющую книги из книгохранилища в читальный зал или на абонемент. Конечно, подобные устройства интересуют в основном участников конгресса, а вот рядового посетителя. Больше заинтересовала выставка книжной продукции. Здесь было представлено огромное количество литературы самых разнообразных жанров по ценам от производителя. То есть фактически в 2-3 раза меньше, чем в книжных магазинах. Но даже если не купить книгу, а просто побыть, походить между выставочными стеллажами, увидеть в одном месте такое и не в магазине, такое обилие, такую книжную роскошь, это уже огромное удовольствие. Стенами библиотеки выставка не ограничилась. Один из самых интересных и ярких экспонатов был вынесен за ее пределы. Большой фургон, по веселой раскраске которого можно было понять, что предназначен он для маленьких посетителей, любящих читать. Это фактически передвижная детская библиотека, которая может расположиться в любом месте, в труднодоступном месте, в маленьком селе, поселке, в чистом поле, где угодно. Она оборудована доступом в интернет, компьютерными рабочими местами, книжной продукцией, аудиовизуальной и всем другим необходимым для работы современной библиотеки. Но построена специализирована для детей. То есть этот библиобус, библиомобиль представляет очень большой интерес. Мы в Рязани видим это впервые. Пока в библиотечной столице 2014 такого библиобуса нет. Но, как говорится, это дело наживное. Если Рязань достоилась подобной чести, то вполне возможно, что скоро и наши библиотеки будут оборудованы по последнему слову техники. Давно не было новостей из художественного салона на Старом Перекрестке. И сегодня мы расскажем об очередном самобытном художнике, который выставил свои работы в необычной технике живописной графике. Любители современного искусства уже привыкли к тому, что в художественном салоне Старый Перекресток можно увидеть настоящие шедевры. Малоизвестные, но самобытные оригинальные художники очень любят это место и часто выбирают его, чтобы представить свое творчество ценителям. Новая выставка не стала исключением из правил салона. Олег Вишенков, на чьи работы любовалась наша съемочная группа, занимается творчеством уже больше 20 лет. Не раз участвовал в разных выставках, но это персональное. Для него впервые. Хожу как-то, зачарованный мурзик какой-то, хожу и, в общем, понимаю, что попал в его настроение. Это бывает, как вот у больших режиссеров, не буду уж так помпезно говорить, там, Фелине Антонио, но бывает, когда ты попадаешь в среду фильма, и вдруг ты внутри где-то находишься, там, вот, куда планировал тебя автор поместить. Вот у Олега это получается. Это говорит о том, что он настоящий художник. Вообще люди северные. Олег, он учился в художественной школе в Грозьбург-Кунте, мы вместе учились. То, что здесь вот его работа, они графического плана, то есть это его естественное восприятие мира через графику, да? Да. Мне кажется, вот, Виктор, он меня поддерживает, насколько он лучше умеет говорить. Ну, что еще сказать? Это здорово вообще, очень здорово вписать в эту интерьеру здесь в первый раз. Это, по-моему, классное вписание. Работа мощная. Интересная тема, что здесь представлено творчество художника, начиная с 80-х, наверное, годов, и вот почти за 30 лет можно найти работу. Это очень интересно посмотреть, как менялся стиль. Живописная графика, немного импрессионистичная, с первого взгляда поражает цветовым решением и необычной техникой. Изображение будто мерцает, переливается, создается эффект подвижности, динамики, благодаря чему каждое полотно наполнено особой жизнью. Между тем, изобразительное искусство – не основная деятельность Олега. Последние 10 лет он занимается росписью и реставрацией храмов. Принимал участие в храмах и на Соловецких островах, и Старочернеево, Константиново, Казанский собор здесь в Рязани. Ну, можно еще там продолжать список. Вот это и поразительно, что вроде бы это графика, а живописных очень много. Да, ну, это живописная графика. Живописные графики. Великолепно. Здорово. На выставке можно увидеть работы Олега Вишенкова, созданные на протяжении многих лет. Вполне возможно, взглянув на эти картины, вы станете поклонником живописной графики художника. Еще одна выставка открылась в стенах Рязанского художественного музея. Ее посетители смогут познакомиться с ростовской фенифтью 18-21 веков. Скопин славится керамикой, тула, пряниками и самоварами, а вот Ростов, если кто-то этого не знает, знаменит своей фенифтью. Слово «фенифть» не русское, а греческое, и в переводе означает «светлый блестящий камень». Но на самом деле камни здесь ни при чем. Фенифть – это один из самых известных народных промыслов, представляющий собой выполнение огнеупорными красками миниатюрных изображений на медных посеребренных изделиях, покрытых эмалью. В Ростове это искусство известно с 18 века. На тот момент оно являлось удовольствием весьма недешевым, поэтому вплоть до революции фенифть использовалась для украшения богослужебных предметов. Поскольку после известных исторических событий религиозная тематика была запрещена, то идет такой напряженный поиск новых тем, чего, для кого теперь будет выпускаться фенифть. А раньше она пользовалась большим спросом, потому что Ростов-Великий – это святая земля. У нас было огромное количество паломников, просто яблоку негде было в городе упасть. А после революции, когда начался поиск нового сбыта, она, наконец, стала использоваться в качестве женского украшения. И именно таковой она известна многим дамам, потому что в 60-70-е годы, когда в нашем городе открывается фабрика ростовская фенифть, ну, наверное, это был одним из видов дефицита. Узнать подробнее об этом промысле и увидеть его образцы сегодня можно в Рязанском художественном музее, где открылась выставка из фондово-государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». На ней представлено около 500 экспонатов, среди которых и массовая продукция, и уникальные авторские изделия известных ростовских художников и мольеров. Здесь можно увидеть иконы, портреты русских царей и советских вождей, и, конечно же, уникальные женские украшения. В экспозицию вошли изделия и XVIII века, но все же большая часть экспонатов относится к веку XIX, так как именно на это время приходится всплеск развития фенифтяного производства. Однако этот промысел, в отличие от некоторых других, и сегодня не сдает своих позиций. Если говорить о состоянии современных художественных промыслов в нашей стране, к сожалению, наверное, с горечью приходится отмечать, что многие из них переживают не самые лучшие времена, а в Ростове, кроме фабрики «Ростовская фенифтя», еще четыре частных фирмы, и очень много мастеров-надомников, которые продолжают ее писать, и она, слава Богу, продолжает пользоваться спросом наших туристов. Эта экспозиция появилась в Рязанском художественном музее не случайно. Она является продолжением целого цикла выставок, которые знакомят жителей нашего города с ведущими художественными промыслами России. Тот, кто ходит в наш музей постоянно, помнит, например, замечательную выставку «Дымковские игрушки». Буквально в прошлом году была большая выставка, которая ознакомилась с искусством Париха, и вот сегодня такая большая выставка впервые в нашем городе, которая дает возможность познакомиться с одним из замечательных ведущих художественных промыслов России – «Ростовской фенифтью». Выставка «Ростовская фенифтью» XVIII-XXI веков «От иконы до украшения» будет работать до 22 июня, так что спешите познакомиться с одним из самых красивых промыслов нашей страны. Ну что ж, обо всем самым интересным мы вам рассказали. Наше эфирное время подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на Московском шоссе 20. Телефон 8920-99-32-99. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова